МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа Республика. С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Основа стабильной экономики. Сегодня профессиональный праздник отмечают российские предприниматели. Нам мандарины, вам конфеты. Чувашия и Республика Абхазия налаживают новые деловые контакты. Талантам нужно помогать. Судьбу Института культуры обсудили за круглым столом. Абхазия видит в Чувашии надежного партнера. Сегодня об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Республики. Игорь Ахба приехал в Чебоксаро с рабочим визитом и встретился с главой Республики Михаилом Игнатьевым. Наши встречи дают дополнительные стимулы для того, чтобы предпринимательские сообщества, бизнесмены и крупные предприятия, и средние, и малые предприятия находили друг друга. Я посмотрел там цифры, справочные материалы. То, что в прошлом году было некое падение буквально на 3% по между другому обороту. В этом году динамика по экспорту, прежде всего, в наших предприятиях и организациях, в вашу Республику, увеличена не чуть ли там 5 раз. Хотя доллар-то тоже он подорожал с учетом курса, если посчитать. То, что пищевое оборудование в ваших предприятиях и учреждениях социальной сферы покупают кондитерские изделия, но и товары электротехнической промышленности тоже востребованы у вас. Только с начала этого года внешний торговый оборот Чувашии и Абхазии превысил 60 тысяч долларов. Таких показателей обе республики не добивались давно. Сейчас стороны намерены расширить экспортные поставки. На прилавках магазинов Абхазии в ближайшее время появятся чувашские колбасы, мясо, кондитерские изделия. Кухни многих абхазских санаториев продолжат оснащать пароконвектоматами и пекарскими шкафами из Чебоксар. Разработки чувашских предприятий применяют и при строительстве новых гостиниц. Предприниматели Чувашии уже начали налаживать контакты с деловыми кругами Южной Республики. В начале мая было подписано соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами двух республик. Чрезвычайный и полномочный посол передал Михаилу Гнатьеву приглашение президента Рауля Хаджимба посетить Абхазию с официальным визитом. Во время своей рабочей поездки Игорь Ахба познакомился с крупнейшими предприятиями Чебоксар. Ройлерное предприятие, да, это тоже тема очень интересная, потому что у нас в Абхазии была, скажем, очень крупная фабрика, птицефабрика. Но, к сожалению, в связи с военными событиями она сейчас как бы законсервирована. Вот в этом направлении тоже очень возможны какие-то совместные усилия. Благодаря поддержке главы Чебоксарской Республики я уверен, что мы, так сказать, имеем очень хорошую перспективу. Мы сегодня находим варианты, я абсолютно в этом уверен, по закупке цитрусовых, по закупке фруктов, которые у нас не выращиваются. Потому что там природно-климатические условия позволяют, сейчас еще раз они подтвердили, два-три раза выращивать оружие. И в связи с этим, хочу сказать, у нас дополнительные возможности открываются и открылись с учетом предъявленных санкций. Годовой оборот малого предпринимательства в Чувашии не так уж мал, более трех миллиардов рублей. В республике работают почти 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Треть занятых в экономике республики работники реального сектора. История российского предпринимательства насчитывает столетия. Морозовы, Демидовы, Третьяковы, Обчувашии, Ефремовы и Таланцевы прославились своими делами и вошли в летописи не только как купцы и промышленники, но и как активные участники государственного строительства и развития социальной сферы. Сегодня предприниматели стараются поддерживать старые добрые традиции, принося пользу обществу, как и прежде. Моя задача, главная задача заключается в том, чтобы у вас была уверенность, вы могли даже в мощности своей наращивать, создавать другие направления предпринимательского дела, для того, чтобы появлялись новые рабочие места. Сегодня практически не осталось сфер, в которых не нашлось бы дела для малого и среднего бизнеса. Общепит, торговля, услуги, строительство, электротехника и транспорт. Чувашские предприниматели вошли в число лидеров сводного рейтинга по индексу инновационного развития регионов России. Республика находится на пятом месте среди регионов России, а по значению индекса инновационной деятельности стала первой в рейтинге среди регионов Российской Федерации. Начать собственное дело самостоятельно – это риск, но в большинстве своем предприниматели об этом не жалеют. Занимаясь своим любимым делом, я получаю удовольствие. Я делаю добро людям, я помогаю им найти этот товар. Начиная с 1993 года, конечно, мы не задумывались, что мы так будем заниматься. Тогда надо было взвивать, надо было поднять семью. В 2016 году, вне зависимости от сложной экономической ситуации, объемы финансовой поддержки Чувашского предпринимательства сохранены и составили порядка 312 миллионов рублей. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Заслуженные работники Российской Федерации. Указом президента России Владимира Путина это звание накануне присвоили двоим жителям Чувашия. Тестовод Чебоксарского хлебозавода номер один Ираида Якеева стала заслуженным работником пищевой индустрии Российской Федерации. А оператор станков Чебоксарского электроаппаратного завода Геннадий Михайлов заслуженным машиностроителем страны. Сегодня в Казани начало свою работу исполнительное бюро Всемирной организации «Объединенные города» и «Местная власть». В столицу соседней республики съехались главы крупнейших городов мира и ведущие мировые эксперты в области урбанистики. Чувашию на форуме представляет глава города Чебоксара Леонид Черкесов. На саммите мэров крупнейших городов мира побывала и наша съемочная группа. Всемирная организация «Объединенные города» и «Местная власть» была создана еще в 1913 году. Ежегодно более 200 мэров собираются, чтобы обсудить насущные проблемы своих городов. В этом году заседание исполнительного бюро «Объединенные города» и «Местная власть» впервые проходит в России, в Казани. Тема двухдневных дискуссий – открытость и прозрачность городских властей и условия эффективного управления городами. В Казани открыто евразийское отделение Всемирной ассоциации. Ее председатель, мэр столицы Татарстана Ильсур Медшин. Наш город чем-то похож на нашу организацию. В нем живут, взаимно обогащая друг другу, более 100 национальностей. У нас идет постоянный диалог культур, религий. И в этом взаимодействии мы развиваемся, познаем новое. Точно так же, как ОГМВ, объединяя города в разных уголках мира, дает нам возможность учиться и совершенствоваться. В работе форума «Объединенные города» и «Местная власть» принял участие президент Татарстана Рустам Миниханов. Он отметил, что на форуме собралась самая активная часть муниципальной власти – те, кто хотят изменить жизнь в своих городах к лучшему. Всемирная организация «Объединенные города» и «Местные власти» за короткий период стала влиятельной и широко известной во всем мире организацией. Успешно содействует укреплению и расширению сотрудничества органов местного самоуправления многих стран. В системе власти муниципалитеты играют очень важную роль. Они непосредственно контактируют с населением, для блага которого призваны работать все уровни управления. Мы поддерживаем одну из главных идей ОВНВ. Решения на глобальном и национальном уровнях должны приниматься с учетом мнения местных властей. Своё видение развития муниципалитетов представил профессор, автор теории креативного класса Ричард Флорида. Он отметил, что в ближайшее время города от ресурсной экономики перейдут к экономике знаний, будут развиваться креативные отрасли, туризм, создание нематериальных благ, сектор услуг. Здесь, в Казани, в рамках заседания Ассоциации «Объединенные города и местная власть» мы будем обсуждать мировые проблемы экономики, проблемы климата, бедность и урбанизацию. Как мы будем решать эти проблемы, зависит полностью от нас. В рамках заседания представители крупнейших муниципалитетов мира будут работать на нескольких площадках. В Казани следуют такие вопросы, как реагирование на чрезвычайные ситуации, развитие периферийных городов, городское стратегическое планирование. Особое внимание будет уделено дискуссиям о развитии транспортных систем, развитии туризма и внедрении инновационных технологий. Город Чебоксары тоже активно работает в этой организации. Мы изучаем передовые практики и других городов, которые входят в объединенные города, местные власти. Это и, мы говорим, что урбанистика, развитие инженерных сетей, это и экология, это и транспорт, это и туризм. И, конечно же, когда мы собираемся, что-то полезное для своего города обязательно приносим, что-то новое, что-то интересное, успешные практики других городов. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Состоялось заседание Совета по реализации приоритетных национальных проектов при главе Чувашской Республики. Ключевым вопросом повестки дня стало развитие села и повышение уровня жизни сельского населения. Сегодня в сельской местности проживает почти 40% населения Чувашской Республики. В последние годы большое внимание уделяется развитию сельской общественной инфраструктуры. На эти цели за два года из бюджета Чувашской Республики выделено свыше 2,5 миллиардов рублей. Средства направлены на строительство сельских дорог, школ, фельдшерско-акушерских пунктов и объектов коммунального хозяйства. В итоге прошлого года 12 сельских школ Чуваши вошли в число 200 лучших школ Российской Федерации. А Чувашская Республика вошла в пятерку лучших регионов по качеству образования в сельских школах. Активно развивается спортивная инфраструктура в сельской местности. Благодаря принятым мерам в республике не допущено закрытие и перепрофилирование ни одного спортивного объекта. Развитие сельской экономики и повышение уровня жизни на селе способствует сельский туризм, который развит в 10 районах республики. Вместе с тем есть еще нерешенные проблемы. В первую очередь это проблемы закрепления кадров на селе. Одной из мер привлечения специалистов на село являются субсидии на строительство жилья. Сергей Артамонов напомнил, что начиная с 2003 года с помощью государственной поддержки улучшили свои жилищные условия около 17 тысяч сельских семей. Дарина Игнатьева, Елена Гальперина, Республика. Сегодня стартовала итоговая государственная аттестация выпускников девятых классов. 26 мая школьники сдавали по выбору общество знаний, химию, информатику и литературу. Общество знаний выбрали 65% учеников, информатику 17%, химию 14%, а литературу только 2,5%. Уже в субботу, 28 мая, школьники будут сдавать иностранные языки. Последними в экзаменационном списке стоят физика, география, история и биология. Их будут сдавать 9 июня, далее резервные дни. Всего в республике девятый класс в 2016 году заканчивают более 11 400 человек. На 800 миллионов рублей увеличена стоимость госпрограммы Чувашии развития здравоохранения на 2013-2020 годы. Теперь общая стоимость составляет более 118 миллиардов рублей. Изменения внесли в части создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам здравоохранения. Также вводится новая подпрограмма Организация обязательного медицинского страхования граждан РФ. Подпрограмму совершенствование системы планирования дополнили мероприятиями по обеспечению энергосбережений, повышению энергетической эффективности в медицинских организациях. О том, как программа реализуется, будут судить по следующим показателям. Снижение смертности, увеличение продолжительности жизни, удовлетворенности населения, качество медицинских услуг. Что касается шаговой доступности медицинских услуг, как сообщила министра здравоохранения Чуваша Алла Самойлова, на заседании правительства поликлиника в микрорайоне Садовой почти готова. Ее могут открыть уже ко дню республики. Альма-матер чувашских актеров ждут серьезные перемены. Сегодня о развитии Института культуры говорили за круглым столом. Преподаватели вуза и члены попечительского совета встретились с главой республики Михаилом Игнатьевым. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Выпускница Института культуры Ольга Кириллова уже не первый год выступает в составе Чувашского академического ансамбля песни и танца. Причем солисткой этого коллектива она стала еще будучи студенткой. Вообще за 16 лет в стенах вуза подготовили целую плеяду профессионалов для музеев, библиотек и театров. В ближайшее время здесь начнут обучать и новым специальностям. Мы планируем дополнительно еще открыть направление подготовки, специальности туризм, технолог сцены, художник сцены. Также мы планируем реализовать те профили, которые уже пролицензированы. Они у нас есть, такие как мюзикл, шоу-программы, социально-культурная анимация и рекреация, постановка, продюсирование культурно-досуговых программ. Хотя еще недавно институт попал в список неэффективных. Чтобы исправить все недочеты была проделана колоссальная работа. В ноябре прошлого года вуз выбился на первые позиции рейтинга. Мы преодолели на самом деле самые сложные, тяжелые моменты, тяжелый период. Соответственно, и то, что сейчас ректор сказал, что вы прошли аккредитацию достойно. И на 6 лет есть официальный документ. Надо уверенно работать. Вы люди творческие, талантливые, используете все инновационные технологии, которые есть в реальной жизни. Будущих звезд театра и кино и действительно обучают по уникальным методикам. Их разработали преподаватели вуза. Студентам есть на кого равняться. Сейчас здесь работают и заслуженные деятели искусств, и народные артисты страны. Но решают все не только кадры. Институту необходимо активно участвовать в конкурсах на соискание грантов. Я являюсь сторонником такого подхода. Очень приятно помогать тем, кто сам прежде всего трудится. А не просто лежит и спрашивает, дайте, дайте, дайте. Мы должны участвовать в немыслимых грантах. И мы должны зарабатывать средства и выигрывать. И показывать, что мы можем. Я в этом, Михаил Васильевич, работая с ними, в последнее время общаясь, убедился, что коллектив работоспособный. Мы действительно проделываем очень большую работу. И даже за вот этот учебный год мы провели уже свыше ста мероприятий республиканского, всероссийского, межрегионального, международного уровней. Вот буквально недавно у нас прошел огромный конкурс. Поэтому я уже могу сказать, что мы стали эпицентром развития и поддержки детско-юношеского творчества. На встрече с главой региона говорили многое о развитии культуры. Пропаганда народных ценностей сейчас выходит на первый план, отметил Михаил Игнатьев. Это сельское место. И все то, что сделали, надо дальше просто развивать. Не надо нам успокаиваться, бдительность нельзя терять. И все сделать для того, чтобы культура поднималась на другой уровень. Другого варианта у нас нет. В республике продолжают модернизировать и сельские, и дворцы культуры. Продолжат оказывать финансовую помощь институту. В ближайшие годы необходимо сделать косметический ремонт корпуса и модернизировать учебный театр. Здесь студенты вуза репетируют спектакли и проводят фестивали. Замены требует аппаратура. Она морально устарела. Звук нам нужен хороший, потому что... Ну, я не хочу сейчас жаловаться, но он реально у нас вот плохо работает, да, старый. Он уже изжился на самом деле. Вот звук, свет, света не хватает, темно на сцене. Вот там приезжают гости из разных регионов. Ну, я вот с ними общаюсь, с ребятами. Они говорят, ну, у вас очень темно. Так все здорово, зал хороший, а темно, света нет, света мало. Михаил Игнатьев отметил, что эти вопросы будут решены. Средства на ремонт выделят в ближайшее время. Митрий Ковалев, Эндрис Передонов, Республика. Обеспечение и защита прав и интересов граждан – первая очередная задача государства в лице органов власти и правоохранительных органов. Однако она не всегда выполняется в полном объеме и нередки случаи, когда права человека нарушают сами госорганы. Именно поэтому в России, как и в большинстве развитых стран, существует достаточное количество общественных организаций, призванных защищать права и контролировать деятельность властных структур. О консолидации работы говорили сегодня за круглым столом полномоченный по правам человека и члены Общественной палаты Чувашии. Ополномоченный по правам человека – государственный институт, опирающийся в своей работе, в том числе и на институты гражданского общества. На укрепление их взаимодействия направлен всероссийский проект, поддержанный грантом президента России. Та публичная политика, которая реализуется органами государственной власти нашей республики, да и вообще в целом по стране – это пространство для коммуникации, пространство для взаимодействия государства и граждан. И волей-неволей, когда мы говорим об общественном участии граждан в управлении государственными делами, мы всегда это как-то ассоциируем с общественным контролем. И поэтому общественный контроль – это как необходимый элемент публичной политики и своеобразный мостик между населением и властными структурами. Общественная палата республики готова активно включиться в работу. Соответствующее соглашение сегодня подписано. Зачем ходить в каждой по проторенной дороге, когда можно объединяться, да, делать это сообща, вот это, когда люди объединяли в усилии, эта деятельность всегда более эффективна и результативна. Как организована работа уличных точек общепита, где можно перекусить, не опасаясь за свое здоровье и при этом полюбоваться красивыми видами? В каких условиях готовят фастфуд? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы «Об этом подробнее». Она выйдет в эфир сегодня в 22.20. А у меня на этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин